Блин, ну у меня сейчас крайне печальная новость. Комфортно, какая-то фигня прям. А я решила ввести новую рубрику. Медец, что же мне делать-то? Фух, девочки, я чуть инфаркт не получила. Всем доброе утречко, мои хорошие, с вами Селена Свой, и мы начинаем новый вложик. Погода сегодня у нас пасмурная. Но теплая. Денечку я, естественно, уже отвела в садик. После поездки мы один день отдохнули, дома провели. Прям даже, кажется, я и второй день могла бы с ним провести дома. Но так как уже есть кое-какие дела... Кстати, у меня купили мои волосы, представляете? Девочка, которая за мной смотрела... На самом деле, я не хотела их продавать вот так онлайн, знаете. Я хотела, чтобы человек посмотрел волосы, пощупал, все. Но она говорит, я смотрю давно ваши видео, я вижу все, я еще сфотографировала. Она говорит, меня устраивает качество и так далее. Ну, конечно же, я и продала больше, чем в два раза дешевле, чем я покупала со скидкой. Но я думаю, ничего страшного. Волос, кстати, там так много, что я думаю, вообще на двоих девчонок хватит. Можно даже двоим сделать. Ну, судя по тому, что другие делали в два раза меньше волос на голове. А у меня, получается, было очень много волос. В принципе, там 370 прядей где-то. И еще осталось 70 с чем-то. Конечно, обидно было за потраченные деньги. Плюс, что я еще и не носила вот так их. Но я ни капельки не жалею. Мне так намного комфортнее. Вот, поэтому все замечательно. Я буду рада, если девочке пригодятся волосы. И она их будет носить с удовольствием. А я, конечно же, их отошлю. И пусть моя энергетика, которая уже присутствует на этих волосах, принесет всего хорошего, доброго, позитивного этому человеку, который будет их носить. Вот. С таким пожеланием продаю волосы. И сегодня же я их отправлю девочке. Вот. Какие еще новости? По поводу зуба я сейчас позвоню. Запишусь к стоматологу. Девочки в комментариях мне писали, что не факт, что мне вырвут зуб. Да, и скажут имплант ставить, что есть еще вариант какой-то. Я, блин, наверное, согласна, даже если 5 лет поносить зубик, я, наверное, согласна на то, чтобы его не вырывали, а что-нибудь там сделали, придумали. В общем, посмотрим. Вот. Что еще? По здоровью. Да, я в прошлом влоге вам не сказала, что у меня по здоровью. Девочки, в поездке все было хорошо. Я противоаллергены не пила. Я начала там курс успокоительных. Но, опять же, я их так пью. Вроде пью-пью. Там 3 дня молодец попила. Потом раз на 2 дня забыла. Ну, как бы все было хорошо. Но вообще я стала замечать, что если я сильно нервничаю, ну, как сильно? Ну, просто вот поругалась на ребенка. Сильно. Да, одно дело там ты там собери игрушки, собери игрушки, собери игрушки, говоришь 10 раз, а потом говоришь, так быстренько собери игрушки, кому я сказала? Все. Я уже чувствую, что у меня и сердце шалит, да? И у меня реально вот здесь вот немножечко так перехватывает. Но в целом в поездке все было хорошо. Прям вот замечательно. Я не нервничала. Прекрасно засыпала. Мне всегда хватало воздуха. Все было замечательно. Сейчас приехала домой, и вчера вечером, я прям, не знаю, я прям сижу вечером и понимаю, что у меня, ну, прям сильно, я не могу, не то чтобы, я не накручиваю, я сижу вообще занимаюсь другими делами там своими. Я не накручиваю ничего, я просто сижу, и меня вот так вот раз-раз, и оно прям вот мешает. Вот оно прям сдавило, конкретно сдавило так, что это не то, что там накрутило, а сдавило так, что ты некомфортная, какая-то фигня прям. и я выпила эти, ну, антигистаминные, и все ушло, вот, поэтому, короче, я не исключаю, что это аллергия, и не исключаю, что это нервяка, обязательно я пойду к врачам, обязательно пройду какой-нибудь курс, но пока все терпимо, вот так могу сказать, терпимо, вот, опять я, да, наполовину сделала, сходила, ну, знаете, сходила к тому-к тому, к важным, да, как бы щитовидко сказали, все хорошо, ну, в принципе, можно и расслабиться, кажется, хотя, да, там еще бронхиальная астма может быть еще на свете, ну, короче, в общем, все в процессе, пока все нормально, все терпимо, и видите, в прошлом влоге я вообще не говорила о своей болезни, потому что она меня не беспокоила, а когда меня что-то беспокоит, я об этом говорю, вот, чего еще, чего еще, сейчас смонтирую видео, сейчас приедет доставка вкусвилл, опять я ее заказала из этих рулетиков, маленьких, вкусненьких, кто не смотрел мои распаковочки, вкусвилл на втором канале, заходите, ссылка будет под видео, мой второй канал, там все с шопингом связано, распаковки всякие разные, очень классные, вот, канал растет, все хорошо, так что он нравится людям, поэтому обязательно проходите, смотрите, и вот там вот вкусвилл, уже две распаковки у меня было, я в двух распаковках покупала эти супер-мини рулетики, я вчера заснуть не могла, думала о них, как я их хотела, но я не успела 5 минут сделать доставку, и доставка на сегодня перенеслась, но я очень жду эти рулетики, прям не можу, вот, еще я смотрю сериал «Влюбленные женщины», мне очень нравится, у меня 8 серия, такой русский сериал наш, но мне нравится, мне прикольно, мне давно уже ничего не так не заходило, вот, так что я сейчас пью кофе, смотрю сериальчик, а потом сяду монтировать видео, дождусь доставки и поеду отправлять волосы, вот, в общем, со мной сегодня, не знаю, что нас ждет. О, девоньки, как быстро у нас устроится, я оставила машину тут недалеко, я сейчас сажусь и такая смотрю, опа, выезд новый у нас открылся, я уже ждала, когда он откроется, выезд, дома новые сдались, дом, точнее, один, наверное, новый сдался, классно, всегда надо слушать свою интуицию, если она тебе подсказывает, я вот не хотела никогда новостройку, просто я к тому, что, да, и денег не было лишних на ремонт, ремонтом не хотела заниматься, и жить среди, где строительство идет, не хотела, но, и боялась еще брать новостройку, потому что, ну, знаете, бывает кидать на деньги, ты там вложил деньги, дом еще не построен, но потом замораживаются эти стройки, и, ну, страшненько немного было, да, но когда ты видишь, что на твоих глазах все растет, как грибы, ты думаешь, блин, надо сходить узнать, а потом заходишь туда и думаешь, нет, ты надо брать, вот, поэтому, так, сейчас мы едем с вами на почту, вот, я вам говорила, я отправляю волосы девочке, сейчас все это мы запечатаем как следует, вот, волосеночки, и хотела еще зайти там в пару местечек для видео прикупить кое-что, время сейчас у нас уже 3.42, да, ешкин кот в 3 только ж было, я сейчас просто вещей кучу выбирала разных для обзора тоже на видео на втором канале, в общем, и, кстати, я вам еще одну новую рубрику придумала, не то, что я придумала рубрику, да, а я решила ввести новую рубрику, новую, которую на своем канале я еще не вела, вот, посмотрим, как это вам зайдет, понравится ли такой контент, вот, такие дела, и так что я о вас думаю все время, зубному не позвонила, сейчас позвоню, блин, ну, у меня сейчас крайне печальная новость, я сейчас позвонила, ну, вот, вот, это, понимаете, это, вот, судьба, а как по-другому сказать, блин, короче, Виктория Игоревна, у нее расписано все до пятницы, сегодня у нас среда, то есть у нее среда, четверг, пятница, у нее все расписано, потом она уходит на три недели в отпуск, и после отпуска сразу не записывают, за неделю только до окончания отпуска начинают заводить запись, я говорю, блин, ну, хоть чуть-чуть, там, может, местечко будет, чтобы она хоть посмотрела, может, она скажет, не вариант, ничего лечить, три минуты, да, и скажет, иди там к тому, к такому-то доктору, доктору, она говорит, нет, у нее все расписано, даже на консультацию нельзя, представляете? Я говорю, ну, ладно, а я не хочу к другому доктору, я не хочу слушать другого доктора даже, это мне три недели ходить без зуба, меня реально это накаляет, я не улыбаюсь, я заметила, что я перестала улыбаться, я, ну, как бы такая, знаете, как, знаете, вот как люди, у которых зубами проблема, они, точнее, может, и не проблема, они просто стесняются своих зуб и не хотят, они мало улыбаются, вот у меня мама раньше вообще не улыбалась, вот, потом она через какое-то время сделала зубы себе и снова заулыбалась, по-хорошему еще надо сделать, до идеала все довести, вот, ну, со временем зубы портятся все равно, да, какие бы мы ни делали, а если зуба нет, вот, и я понимаю, что я уже не могу сильно улыбаться, я старалась, я все время понимаю, что у меня здесь дырка, как бы, да, хотя все равно забываюсь, такая же веселый человек, такая, ха-ха-ха, ха-ха-ха, хи, я сразу какая-то бабуля, ха-ха-ха, трындец, что же мне делать-то, я просто боюсь к другим докторам входить, ну, может быть, на консультацию к кому-нибудь сходить, просто хотя бы альтернативное мнение услышать, но я боюсь кого-либо допускать в свой род, чтобы там делали укол, понимаете, чтобы там ковырялись, потому что Виктория Игоревна, она знает меня, я очень капризная в этом смысле, и она находит со мной подход, я просто, я не хочу не нервы доставлять другим людям, чтобы они на меня косо смотрели, ну, и плюс я еще больше буду нервничать, потому что человек меня не знает, не знает, как со мной надо, и от этого еще больше нервов будет, я буду ждать, что делать. Сейчас позвонила Виктория Игоревна, у меня ее телефон остался еще с давних времен, что-то, по-моему, срочное было, по-моему, она мне давала свой телефон, она сказала, что у нее там есть маленькое окошко, и что я могу подскочить буквально через 40 минут к ней, и она мне посмотрит зуб и скажет, что, ну, она не сказала 100%, да, что это удаление, она говорит, надо посмотреть, а значит, есть шанс не удалять его и что-нибудь там придумать. Казалось бы, это что, удаление, имплант поставить, так просто, а я боюсь. Для меня его полечить намного проще, представляете, не так страшно, фигня какая-то в голове, но сам факт, если что-то придумываю, придумаю, то я бы лучше его отреставрировала. Так, все, справилась буквально за 20 минут, и осталось у меня полчаса, поеду, короче, буду сидеть под дверьми, ждать. Я переживаю, надо успеть, раз так получилось, то у нас сегодня мы узнаем туда, что нам с зубиком предстоит. Фух, девочки, я чуть инфаркт не получила, я камеру не могла найти, представляете, и так, и сяк, и я уже два раза сходила, там везде на столах посмотрела, вроде никуда не заходила, вроде, не пойму, она неужели могла выпасть? Обалдеть. В общем, сходила я к Виктории Игоревне, она сказала, что у меня очень сильно разрушен зуб, контакты под десну прям, короче, не за что хватать, и даже, ну, бывают там, знаете, слепливают, что-то там засовывают в один из каналов, да, и что-то там коронку ставят, даже это, она говорит, ну, как бы мало шансов, что будет держаться, и будет под десну что-то там заходить. Короче, я говорю, как бы вы себе сделали, если бы у вас была ситуация такая? Она говорит, я бы удаляла и ставила бы имплант. Вот, ну, наверное, пришло время имплантов, и есть импланты одномоментные, как кто-то писал мне из девочек, да, я узнала, что такое есть, а есть такое, что нужно зажить, а потом вставить, и это решает именно тот, кто ставит импланты. А ставит импланты, вуаля, тот самый человек, который удалял мне зуб. Удалял зуб мудрости, нижний, да, нижний, сделал это очень легко, очень легкая рука, поэтому, соответственно, я к нему, но у него очень плотная запись, а вот, и у меня консультация к нему аж на 11 число, а сегодня второе, через 10, да, 9, 10-9 дней, короче говоря. Вот, поэтому, ну, я записалась, и у него еще такое время, либо 6 вечера, когда малого надо с садика забирать, либо 8 утра, представляете? Это мне надо будет пораньше встать, или, может быть, на один день перенести, чтобы не совсем прям такое, если 10 дней буду ждать, слушайте, надо точно позвонить, и, может быть, день перенести, просто поудобнее хотя бы часов 10, чтобы было. Короче, к нему на консультацию, чтобы он посмотрел, как лучше, что удалять, потом ставить, либо сразу, вот. А еще и вопрос финансов, сколько это будет стоить, все, мне же еще надо, чтобы и финансы были на все это дело, подгадать, рассчитать, вот. Но пока будут вставлять штифт, сказали, что там временно, временно зубик какой-то ставят, что, в принципе, улыбаться я смогу, и это хорошо. Вот, ну что, ждем тогда консультации. Ну, вообще, когда я у него была, он мне сразу сказал, надо удалять все восьмерки. Я надеюсь, он не скажет мне, прежде чем сюда ставить, удалять восьмерку, вот эту вот. Потому что он тогда сказал, надо удалять все восьмерки, тут-тут-тут везде ставить импланты. Я такая думаю, ага, сейчас. Все по необходимости только. Короче, такая печальная печаль. Так, ну что, моя любимая мастичка. Денечка пришел из садика, я заехала. В один магазин только успела заехать, короче, пока там с той-то все мерила. Вот, в общем, купила то, что хотела, но надо будет завтра еще съездить. Денька пришел, я его угощаю вкусняшками, которые заказала его. Вкусвил. А вы знаете, где смотреть? Ссылка под видео. Обзорчик. Вот, и... Че? Вообще, когда Денька приходит домой... Включай, маме, кино. Нет. Чего нет? Ну, ладно, давай. Я люблю включить сериал. Включай, ладно. Люблю включить сериал и, ну, просто кайфовать, ничего не делать. Из-за этого ассоциации даже, знаете, такие, что ты приходишь домой с ребенком, и этот вечер должен быть не напряг, а вечер расслабон. И поэтому, когда я уже беру ребенка, прихожу домой, у меня должна ассоциация вот так срабатывать, что я отдыхаю, я не работаю. Не всегда, конечно, так получается, потому что бывают срочные дела, какие-то там вся, и бывает он отвлекает, и все это затягивается, что-то вылетает из головы, и я, конечно, нервничаю из-за этого очень сильно. Вот, но вот так вот сознательно, если что-то можно перенести на завтра, на утро, то я с удовольствием это переношу. А вечером вот отдыхаю. Честно, мультики включил, пока у меня есть время полазить, поделать какие-то... Ну, тоже как бы дела и не дела, да, вот выбирать вещи, на самом деле, на сайтах, на всяких, отнимает уйму времени. Просто я могу часами сидеть и выбирать вещи для видео с какого-нибудь онлайн-магазина. Алиэкспресс-джум, это вообще, короче, там просто утонуть, пропасть на 3 часа, на 4, на 5 можно, да? Вот, короче, так что сейчас мне надо сделать там и Фаберлик заказ, и Нью Чик, и новый магазин еще тут появился. Короче, куча заказов. Пойду на лайте. А еще я думаю, почему у нас не так, как у кошек? Сейчас накупила еды кошке, чтобы она у меня не была голодная, и я не переживала, что вся еда у нее есть. И я такая думаю, ну, почему с кошками так просто? Взял мягкой еды, взял сухой еды, вода, все. Вот реально можно не париться о еде. Нам же нужно приготовить, пойти на рынок купить, повыбирать. Там-то на рынке, в магазине, в одном, в другом. Такое, сякое, такое разнообразие, столько всего готовят на это все, хоть потом всю эту посуду поперемыть за собой. Для этого у нас кухня тут целая, понимаете? Кучу посуды, сколько денег, холодильник, чтобы все это хранить. Вы представляете? Микроволновки, духовые печи, всякие приспособы, кофеварки. Бог ты мой, девочки. Прикиньте, если бы мы питались так же, как и кошки, и собаки. Просто какой-нибудь сухой корм, ну и мягкий для разнообразия. И все. Блин, а может есть такое? Может кто-нибудь придумал какой-нибудь вкусный сухой корм, которым только можно питаться человеку, который будет себе содержать весь комплекс витамин и минералов. Все-все-все, что даже больше, чем он найдет в еде нашей вредной. У нас же еды еще, понимаете, еще полезную выбрать надо. И знать, что она то приносит, а другое то. Сколько заморочек вокруг еды. Это просто какой-то ужас. Я люблю, конечно, вкусно поесть. Но я не люблю на это тратить время. Вот для меня процесс еды постольку-поскольку удовольствия. Я, конечно, больше занята делами какими-то более интересными. Если нужно поесть, я вот такая, что я не буду ничего готовить. Я вкину сосиску, любимую котлету какую-нибудь забацую. Ну, борщик могу поесть. Конечно, когда там есть время у тебя, ты думаешь, ой, ну сейчас сделаем какую-нибудь трапезу. Суши закажу или какую-то любимую еду пойти. Устрицы поесть, рыбу какую-нибудь заказать. Шашлычок на природе. Ну и тоже. А ведь все это все равно из-за вкусовых. Если бы у нас не было вот этих вкусовых предпочтений, каких-то привычек, да, там, желаний в еде. Если бы у нас просто была сухая еда и мокрая, которую даже в холодильнике не надо было бы хранить. И вода, да у нас бы и не было этих желаний всех. Шашлычки. Мы за шашлычков же покупаем себе дачи. Обалдеть, сколько денег. На все это уходит. А еще бы мы мылись тоже так, без воды. Тогда и ванна не нужна была бы. Ну, это я уже разгоняюсь. Не дышите. Сейчас все равно. У нас гости. Ленусик приехала. И Машулька. Что, тебя лечат, Дэнька, да? Машулька. Давай, полечи Машульку. Послушай ее, что у нее там, как у нее бьется. Что там? Не дышите. Дышите. Дышите ровно, чистое. Все нормально, Дэнь? Маша здорово. Короче, сидим, болтаем. Да, аж забыла камеру взять. И вот только увидела малышей, так мило они общаются, что мне захотелось подснять и показала вам немножко. Ну что, мои хорошие, как проходит сегодняшний день? Уже вечер, я иду за Дэней в садик. А мы проснулись сегодня. Я отвела Дэнечку в садик. Девочки еще спали. Ленусик с Машулей. Отвела Дэнью в садик, пришла. Уже они проснулись. Вот. И мы целый день дома. За это время Маша уже успела поспать. Дэнька все это время в садик. И я успела съездить за посылкой. Надеюсь, вас не беспокоит ветер. Вот. И сейчас уже я еду. Сейчас уже я иду за Дэнком в садик. Вот, кстати, подарочки из машины достала. Сейчас тут Маше буду дарить шортики, две футболочки, которые я ей брала. Вот. И сейчас Дэнку приведу, чтобы они поиграли, немного повеселились. И уже вечером они уедут сегодня. Вот. Кучу заказов сегодня сделала. Распаковочки на второй канал. Сейчас еще надо будет зайти молочка купить в магазин. Своего на завтра. Хорошо, что завезли его сюда. В наш. И что хотела еще? А, я думаю, салатик может взять. Местный. Если сейчас свежий принесли. Салатик Цезарь. Пусть заценит Ленусик. Пусть найти еще. Та-дам! Мои хорошие. Ленок уехала. Я села сразу доделывать дела. Дэнка вот смотрит три кота в время. Десять часов, блин. Надо бежать, ложиться спать. Я пропустила сегодня. Блин, должна была там посмотреть кое-что поучительное. Да, для чего-то нового, для Ютуба. Записалась там на курс. И, короче, пропустила. Представляете, жду теперь, чтобы они мне прислали этот вебинар. Вебинар должен был быть. Жду теперь, чтобы они мне прислали вебинар, эфир. Ну, задним числом посмотрю. И я сегодня, девочки, сделала заказы с четырех сайтов. Вы представляете? С четырех сайтов я сделала заказы для отдельных видео на втором канале. Просто я к тому говорю, что ты стой хоть налил водички. Дэн, куда ты на кровать с водичкой? Не надо. Я просто говорю к тому, что один заказ у меня может занимать четыре-пять часов. Ну, там от двух до четыре-пять часов. И, короче, я целый день вот на протяжении всего дня я делала заказы. С Леной общалась параллельно такая. Раз-раз там что-то подзаказала. И вот так вот целый день. И вот сейчас я еще два сделала. Все, отстрелялась. Теперь ждем посылки. В общем, пойду малыша положу спать. И встану, буду монтировать видос в жизнь блогера. Слушайте, я не сплю, да. Я Дэнку положила спать. Сейчас время без десяти час. И, блин, давно уже я чего-то полезного и интересного не смотрела. Как я вам сказала, я пропустила вебинар. Но пришла ко мне ссылка, по которой я могу пройти и пересмотреть вебинар. И я его сейчас на обостренке быстро посмотрела и узнала новую интересную возможность. Получила новые интересные знания. И в ближайшее время я планирую все это дело применить. Надеюсь, это хорошо повлияет на мой канал. Ну и вам будет интересно. Посмотрите. Так, ну это все в будущем. А сейчас время без десяти час, как я сказала. Я вообще проснулась голодная. Очень. Прям, я не знаю, я, видимо, занята была. Всем и не поела. Сейчас съела две котлеты, доела. Мамены котлетки вкусные. Надо прям сейчас запить и идти спать. И еще у меня с поездки очень сильно болит плечо. И вот сейчас я даже, прикиньте, на боку даже я могу спать. Все, сарья чуть-чуть. Она спит. Короче, я вот так поворачиваюсь. У меня прям какое-то защемление жесткое. Я прям, ну я вздохнуть не могу. Лежать не могу. Мне кажется, завтра я должна обязательно попасть на массаж кому-нибудь. А у меня сейчас вообще не осталось каких-то прям крутых массажистов, чтобы вот прям, знаете, от души делали массаж. Не больно, а именно по точкам, понимаете? Правильно. Короче, завтра буду искать массажиста. Завтра пятница, последний день, когда Денька в садике. И мне нужно снять кучу видео. И мне нужно с утра смонтировать. Короче, у меня, ну когда гости, я стараюсь просто ничего не делать. И уделять внимание по максимуму гостям. Вот, соответственно, у меня накапливаются дела. И я что-то почему-то думала, что сегодня среда, а сегодня четверг. И я думала, что у меня в запасе еще два дня, а, кажется, один день. И, в общем, завтра я буду просто как электровеник бегать. Ну вот, надо спину только что-то с ней сделать. Ладно, все, мои пупсики. До завтра. Ну что, мои хорошие, всем привет. И всем доброго вечера. Представляете, я поставила утром на зарядку... Нет, я вчера вечером еще поставила на зарядку вас. Ну и сегодня я утром встала. Сегодня пятница и как бы крайний день. Сейчас я уже за Денькой иду в садик. И попыталась сегодня снять видео. Но я сняла два видео таких масштабных, тяжелых. Где нужно переодеваться. Ну, в общем, такие энергозатратные видео сняла сегодня. И смонтировала еще один видосик. И как бы никуда не выходила сегодня, ничего не делала. И вот уже под конец лежала, смотрела... Сейчас включила отряд самоубийц. Это Харли Квинн. Я не смотрела на самом деле. А перед этим я посмотрела Хищные птицы. Да? Хищные птицы. Вот тоже с Харли Квинн. Ну, сначала я Хищные птицы посмотрела. А сейчас решила глянуть отряд самоубийц. Как бы мне показалось, что Хищные птицы это как бы после отряда. Ну, типа, они не связаны вроде бы как. Но мне кажется, что что-то какая-то связь там прослеживается. Я решила посмотреть. В общем, сейчас бегу за малым. Вот. Да, у меня новая прикольная джинсовочка, кстати. С моего любимого сайта. Распаковочка будет на втором канале в ближайшее время. Вот. И что? Она необычная джинсовочка. То, что вы видите, вы видите. И все. Это я уже на видео покажу. Вот. Короче, побежала за Денькой. Погода не очень хорошая у нас. Сейчас я его заберу. И, наконец-таки, мы завтра выспимся. Ну, сегодня Деньку хвалила воспитательница. Он вообще сегодня выспался. Весь в настроении, говорят. Да? Сегодня будут поощрительные призы. Короче говоря, пришли домой сейчас с Денечкой. Я открыла для себя, что можно во вкусе заказывать еще и готовую еду. Там очень много готовой еды. В прошлый раз я попробовала борщ. Мне понравился. Так что сейчас я заказала два вида борща. Один, по-моему, который я заказывала уже получается. А второй он дешевле. Ну, тоже с мясом. Надо узнать, почему он дешевле. И какой вкуснее. Там вообще видов борща много. Там вообще можно за 290 рублей купить литр. Целый литр борща. И все. И вот тебе уже на 2-3 дня есть борщ. Вторых, блюд много там. Ну, мне кажется, они такие дороговатые, если честно. Может быть, там хорошая порция, большая, да. Но цены как в кафе. Вот, если я буду заказывать. Вот. Поэтому первые блюда прям нормально. Короче, будем экспериментировать. И еще там вкусняшки какие-то разные. Короче, она заказала сейчас. Уже успела в последний вагон. Чтобы быстрее мне доставили. Здорово, пылесос на 9. И в общем, кайфуем. Хочу завтра выспиться. Это трындец как. Ой, доброе утро, мои хорошие. Мы с Денечкой уже проснулись. Сейчас буду делать кофе. И монтировать для вас это видео. Сейчас что-нибудь подсниму. Милочка у нас тут завтракает. Мама на нее наказана была. Но у меня наказана была, ела только сухой корм. Мягкий не ела. Она очень больно укусила. Кое-кого. Поэтому она была наказана. И вообще ее не обнимала, не целовала. Она ходила, вымаливала прощения. В общем, сегодня я немножко уже к ней это смягчилась. Но ругаю ее. Сегодня утром еще раз сказала, что нельзя кусать детей. Наглая, ревнивая такая вообще. Ем кашку сейчас. Это пшенная, по-моему, каша с тыквой. Ем прям холодную. Она очень вкусная. Во вкус Вилл заказывала. Вот в распаковке там показываю. Обалденная просто. Вот Денька сейчас поел чуть-чуть. И вот мне оставил. Но ему не очень зашла, потому что он не любит тыквы кусочек. Он попадается ему на язык тыквы кусочек. Он сразу говорит, не, не. А я с удовольствием ем. Деня, ты себе кроватку новую нашел, да? Я поспи. Ну давай, поспи. Короче, я проснулась первым делом. Я, конечно же, все поубирала, блин, в квартире. Точнее, не в квартире, а только на кухне. Помыла посуду, попылесосила, блин. Поверхность немножко прибрала. Потому что с вечера, конечно, сил вообще не было. Еще и Денька тут играл, бегал. И накрошил тут кучу всего. Ужас, блин. Так я вчера пылесосила вечером и утром сегодня. Понимаете, да? Так все в кружках. В кружках. В крошках. Зай. Ну что ты делаешь? Пам, принеси калькулятор. Калькулятор там застрял? Где его принести? А, пульт. Сейчас. Давай, держи. Крепко держи. Не отпускай. Вот, держи так. Молодец. Стой. А руки, убери руки. Все, на. Вот, в руках. Короче говоря, пью кофе. И сегодня, да, вот я смонтирую вам видео. И как раз-таки говорю два раза уже там, что я не выспалась. Хочу выспаться. Я выспалась, девочки. Мы легли спать в 12. Я вчера еще прямой эфир провела на ночь. И уже как раз я закончила эфир. 12 ровно. И все. И сразу чук-чук-чук спать. Денька быстро уснул. И я вместе с ним уснула. И уже вообще не стала делать никакие дела. Так что с 12 до 10 мы поспали. Нормально? В 10. Ну, как бы полдесятого уже глаза открыли. Чуть поваляюсь в полчаса. И уже встали. Вот. Фух. Какие сегодня планы? День, аккуратно, пожалуйста. Не придавися ногу. Не достану часы. Да я сама потом достану часы. Закрывай. Планы сегодня. Я надеюсь, что там вторая часть посылки придет еще сегодня. И у мамы посылка пришла, надо забрать. И еще с Джум пришла посылка. Я себе, кстати, заказала эту машинку, знаете, которую можно делать самой себе. Ну, спиливать. Потому что я больше всего не люблю в коррекции ногтей. Но я пока хожу к своей девочке, которая делает мне, да. Мне нравится. Мне вообще нравится, где она работает территориально. Мне нравится, что это центр. Мне нравится, что там рядом мой любимый кофе продают. Вообще это местечко мне нравится, что там парковка есть рядом. Я уже говорила вам, да. Сама девчонка классная. Она делает вообще без боли. То есть это первый человек, с которым я могу просто болтать. И она так делает, что мне не печет, не жжет. Она очень быстро делает. И, ну, прям я комфортно себя чувствую. И пока она делает, мы болтаем. Там очень комфортненько все. Там кофе могут сделать. Вот. Короче, мне, честно говоря, просто по кайфу к ней туда ездить. А поэтому я к ней буду туда ездить. Пока есть возможность. Вот. А что касается машинки, то, что я взяла, это для педикюра пока. Потому что, когда я сама себе делаю ногти, у меня же есть и лаки, гель-лаки, да. Я сама как бы все это делаю. И лампа. Ну, меня забадывает вот это пилкой все счищать. Поэтому я взяла такую. Ну, на Джумс заказала машинку такую, да, с фрезами. Ну, посмотрим, как оно будет работать. Может, хотя бы верхний слой там снять, да. А потом чуть-чуть уже подровнять пилкой. Это фигня. Мам, открывается мой диван. Ну, не надо, да, открывается. Я хочу достать часы. Сейчас достану. Ой, девчули мои, все, достала часы ребенку. Еще сегодня у нас логопед в 5 часов. Я сейчас вот смонтирую это видео и... Да, девочки. У меня планируется на канале такая долгая трансляция. И тема этой трансляции будет история окрашивания моих волос за все время на канале. То есть, будет идти прямая трансляция. Вы в любой момент можете подсоединиться и попасть на какое-то видео. Может быть, это будет видео 2016 года. Может быть, это будет видео совсем недавнее. Короче, вы в любой момент можете заглянуть, посмотреть, что там идет. И попереписываться в чате с моими подписчиками. Может быть, написать что-то. Смотрели ли вы это видео когда-то? Может быть, с этого видео вы начали меня смотреть? В общем, приходите. Приходите, общайтесь. Я тоже буду заходить и залетать в чат. Я сегодня даже, наверное, попробую запустить эту трансляцию тестовую такую. Вот. Ну, короче, там насобиралось много часов за все время. Там, я не знаю, роликов сколько за все время на канале моего окрашивания волос я насобирала. А, мы насобирали с фисташкой. Вот. И это очень интересно будет самой посмотреть. Короче, если вы посмотрели все мои видео уже, и вам просто кайф что-нибудь посмотреть на моем канале. Шесть. Шесть, да. Вы просто заходите на прямую трансляцию, куда вы там попадете, да. И присоединяйтесь к чату. Я тоже буду периодически туда заходить и общаться со зрителем. Так что имейте в виду, что будет прямой эфир тематически. История окрашивания моих волос за все время на канале. Будет активный чат все время. И я буду туда залетать. Вот. Поэтому всех вас жду. Ну, а сейчас я, наверное, с вами прощаюсь, да. Потому что все это надо подготовить мне. И потом к логопеду с Денькой идем. Может, в бассейне сегодня поплаваем. Но это я уже новый влог начну. Если что. И там уже будут всякие разные события. Еще я хочу к брату в гости съездить. Не знаю, что-то меня прям тянет в их квартиры. Так хочется там потусить, чай попить, подвигаться, поваляться на диване. Не знаю, вот как-то хочется ощутить энергетику их дома. Я все это время думала. Думала, блин, надо выбрать время в гости прийти, в гости прийти. Прям дома. Ну, погода хорошая. Дома тусить долго не будем. Но просто хочется побыть в гостях. И вообще хочется остаться там с ночевкой. Так как, знаете, это для меня будет как где-то оставаться с ночевкой. Это всегда как будто отдых какой-то, отпуск. Знаете, когда ты не дома. Ты не думаешь, не заботишься о каких-то моментах, что тебе надо приготовить что-то или еще что-то. Ты все равно как бы в гостях, ты как бы там на птичьих правах. Ответственности мало. А дома у тебя ответственность. Принять гостей, что-то накормить, что-то сделать. Поэтому, когда ты уезжаешь куда-то к кому-то, то ты немножко отдыхаешь в этом смысле. Короче, надо будет созвониться, что там у них в воскресенье, понедельник. Ну, с ночевкой еще не планирую остаться, потому что у меня очень много вещей, которые надо сделать. Я не могу расслабляться сейчас. Так много расслабляла. Два раза в Москву мотались. Нет. А вот, ну, просто в гости чай попить не хочется. Вот. Так что, все. Следующий влог. Этот влог такой коротенький. Просто настроение, просто чтобы вы меня увидели. Вот. В общем, прощаюсь до следующего видео и залетайте в прямой эфир. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok